С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции по постановлению губернатора на Кубани введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Высшие и средние профессиональные учебные учреждения перешли на дистанционное обучение. Учащиеся школ досрочно отправлены на каникулы. Во всех медицинских организациях введен карантин. О том, какие меры профилактики принимаются в нашем районе и что нужно знать жителям о коронавирусе смотрите в репортаже Анны Монастыренко. По распоряжению губернатора, уже начиная с 18 марта в кубанских школах и детских садах было введено свободное посещение. По заявлению родителей, школьники могли остаться дома, выполняя учебные задания самостоятельно. В школах Славянского района учебный процесс проходил в штатном режиме. Большинство родителей приняли решение продолжать посещение уроков своими детьми. В школах у нас приняли решение из 14 600 школьников. На свободном посещении 1417 школьников. В детских садах у нас 417 детей, из почти 6000 воспитанников. В учреждениях дополнительного образования 681 ребенок принял решение пока не посещать учреждения доп. образования. Для безопасности детей, посещающих занятия, в школах был введен особый противоэпидемиологический режим. Каждое утро учащихся встречали дежурный учитель и медработник, оценивающий состояние школьников. При необходимости измерялась температура. Каждые два часа проводилась полная санитарная уборка школы, обработка ручек дверей, подоконников, перил, постоянное проветривание помещений. Ограничен вход посторонних, в том числе и родителей, в здании учебного учреждения. Во всех классах проведены уроки здоровья, на которых детям рассказали о мерах профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Вирус очень боится мыла. Вот, ну, эти ручки мыла обязательно. И руки на дому, и после туалета, и перед едой. Знаете, да, после игры, после игры с животными. С 21 марта школьники ушли на досрочные каникулы, которые будут продлены до 12 апреля. Но, несмотря на то, что дети будут находиться дома, обучение будет продолжено дистанционно. Задания учителя будут писать в электронном журнале. Через интернет и соцсети будет осуществляться и их проверка. Многие интернет-ресурсы на две недели открывают бесплатное пользование своим контентом. Концерты, фильмы, видеоуроки, лекции, библиотеки будут доступны каждому. С 11-ти классниками, когда мы готовимся к ЕГЭ, даже летом, в 10-м, после 10-го класса, мы работаем удаленно. Они пишут, например, эссе или письма, отправляют, я проверяю. То есть это мной апробированный метод. Для старшеклассников он очень хорошо годится. Ну, а для среднего звена, я так думаю, у нас есть сетевой город, куда мы регулярно вносим домашние задания. Родители отслеживают, ребята выполняют. Как можно это проверить? Можно подключить классных руководителей, которые будут собирать информацию благодаря группам, созданным в WhatsApp. Второй вариант – дети могут напрямую присылать нам, учителям, на почту электронную, и мы будем проверять это все. То есть, в принципе, загруженность домашним заданием у детей будет. Для учащихся начальной школы, которых родителям не с кем оставить, будут сформированы дежурные группы. Ребятам, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, предоставлены каникулы. В качестве дополнительной меры в образовательных учреждениях для детей в начальной ступени организована 21 дежурная группа. Это когда родителям негде оставить детей, поэтому они будут функционировать в режимах дежурной группы. И с 21 марта по 11 апреля во всех образовательных учреждениях, школах и учреждениях дополнительного образования введены каникулы. Детские сады работают в штатном режиме за исключением свободного посещения. Учреждения спорта также ушли на каникулы до 12 апреля. Дома культуры, музеи, библиотеки, школы искусств продолжают работать, но занятия с детьми проводят дистанционно. А вот кинотеатр «Кубань» приостановил свою работу. С целью предотвращения распространения коронавируса во всех муниципалитетах края созданы оперативные штабы, которые координируют работу всех служб, задействованных в реализации профилактических мер. Особое внимание уделяется славянцам, которые находятся за границей. По возвращении каждый из них должен в обязательном порядке сообщить о своем прибытии, пройти медобследование, а также 14 дней провести в самоизоляции. На территории Славянского района за весь период наблюдения наблюдалось 39 человек, прибывших из-за рубежа. 19 из них уже сняты с карантина, по 20 наблюдения продолжаются. Только у одного человека были выявлены симптомы острого респираторного заболевания за этот период. Человек был госпитализирован в инфекционный стационар, пролечен. Лабораторные исследования не подтвердили наличие у него коронавируса. То есть, случаев заболевания на территории Славянского района, как я уже говорила, не зарегистрировано. В случае нарушения требований по самоизоляции, граждане могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности. В нашем районе таких нарушителей нет. Несоблюдение постановления главного государственного санитарного врача по изоляции предусмотрена административная ответственность. А учитывая то, что правительством РФ коронавирус введен в перечень опасных для людей заболеваний, предусмотрена и уголовная ответственность, если такие действия человека вызовут заболевания других людей. Но хотелось бы сказать, что здесь должна присутствовать еще и гражданская ответственность людей. Люди, находящиеся в самоизоляции, должны понимать значение этого мероприятия именно для своего здоровья, для здоровья окружающих. Жители района, находящиеся на карантине, по обращению будут обеспечиваться всем необходимым. Им будет оформлен больничный лист. Находясь в режиме самоизоляции, безусловно, человек должен питаться, образуются коммунальные бытовые отходы. Мы в данном вопросе разработали алгоритм действия, в частности, помощь в приобретении продуктов питания могут оказывать родственники. При этом обязательно нужно ограничить контакт родственников. Если это одиноко проживающий человек, и он не имеет родственников, то в данном случае у нас управление торговлей, муниципально образованный славянский район, в соответствии с памяткой, по указанному телефону, получает заявку от граждан с перечнем продуктов. Эти продукты закупаются и аналогично доставляются в место проживания данного человека. Человек уже онлайн режимом оплачивает данные продукты. По вывозу коммунальных бытовых отходов также есть телефон, по которому можно созвониться, ставить заявку для сбора бытовых отходов. Они будут в нужное время выставлены за дверь, и соответствующая служба, получив их, принимает на утилизацию и обеззараживание. Все медицинские учреждения переведены на карантин. В стационарное отделение ограничен доступ посетителей. В случае плохого самочувствия вызывайте врача на дом. При подозрении на коронавирусную инфекцию будут взяты все необходимые анализы. Самое главное – обратиться за медицинской помощью. Потому что врач, когда посмотрит больного, если он что-то заподозрит, есть специфическая лабораторная диагностика. То есть, всех, кто приезжает из-за границы, мы им всем делаем специфическую лабораторную диагностику. Она осуществляется на базе Роспотребнадзора лаборатории в Краснодаре. То есть, берется биологический материал из носоглотки и кровь и отправляется туда. Ежедневно у нас уходит туда машина с биологическим материалом на исследование. В случае, если все же коронавирусная инфекция будет подтверждена, больной будет госпитализирован в инфекционное отделение Славянской ЦРБ. Там для этого подготовлен изолированный бокс с необходимым оборудованием и запасом средств защиты и медикаментов. Специальная комната для особо опасных инфекций. У нас всегда есть неприкасаемый запас шприцов, дезинфицирующих средств, противочемные костюмы всех видов. Баки, все, мы разворачиваем госпиталь, у нас есть оборудование на это. Симптомы коронавирусной инфекции очень схожи с обычным ОРВИ. Чихание, першение в горле, слабость, температура, кашель. Его опасность заключается в быстром течении болезни. И уже на вторые сутки после заболевания может возникнуть дыхательная недостаточность. Поэтому самолечением ни в коем случае заниматься нельзя. И при любом недомогании вызвать врача. Ну и, конечно же, помнить о мерах профилактики. Особенно это касается пожилых людей. Чаще всего тяжелое течение болезни наблюдается у людей старше 60 лет. Профилактические меры существуют. Во-первых, ограничить выход из дома по возможности. Не посещать общественные заведения. Но если вы вынуждены туда пойти, значит, во-первых, можно воспользоваться маской. Во-вторых, обязательно, когда вы придете домой, обработать руки. Можно обработать носовые ходы. Можно закапать интерферон-альфа. Назальный такой препарат, который является профилактическим средством от коронавирусной инфекции. Специфической профилактики нет. Вакцина не разработана. Восприимчивость всеобщая. То есть, любой человек может заразиться этой инфекцией. Все принимаемые меры направлены, прежде всего, на профилактику распространения коронавирусной инфекции. На Кубани зарегистрировано всего три случая заражения. Повода для паники нет. Просто серьезно и ответственно отнеситесь ко всем рекомендациям. Не пренебрегайте установленными правилами. Безопасность окружающих зависит от каждого из нас. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».